же люди вы знаете что сейчас есть и что нужно запрещать есть так много психостимулирующих веществ которые очень мешают людям жить это продающиеся ядовитые грибы силосибидные грибы мухоморы нельзя этого есть даже в микродозировки так пиарят микродозировку грибов напрасно почему потому что в каждой книге по микозам по употреблению ядовитых грибов везде написано необратимые явления в печени необратимые явления в мозге необратимые явления в нервных тканях мозга необратимые скажите как по-русски сказать слово необратимы это те повлияв на которые восстановлению не подлежит дело только времени поэтому когда человек говорит мы будем психические заболевания лечить грибами ядовитыми так вот я принимаю давитые грибы у меня там исчезли боли в руках боли в коленях я начала лучше себя чувствовать почему это происходит так объяснение имеется у меня просто спросите просто в красном мухоморе находится вещество которое называется кверцетин это вещество которое есть в красном грибе ядовитом мухоморе я тут не дать не до одного места но где больше всего находится такого быстро усваиваемого кверцетина такого же есть как в грибах это обычные ветки груши возьмите сейчас груши ветки наломайте их так чтобы было там 50 грамм веточки наломайте сварить и залейте одним литром воды или пол литрами воды 100 грамм веток сварите эти ветки там чтобы они прокипеть или после этого выключите и пусть они в воде этой стоят там я не знаю 6 8 часов в ночь потом перелить и пейте пейте так один месяц такие заболевания как артрит ревматоидный артрит подагра заболевания камней в почках и так далее будет полностью устранено почему верцетин жива лучше чем грибы а грибы это токсический наркотик почему любое вещество которое создает у человека состояние радости убивает человека нужно уже это знать поэтому если человеку как человек умирает от ядовитых веществ в тот момент когда человеку дают ядовитые вещества и он начинает ими дышать допустим газ какой-нибудь я не буду называть название то в этот момент у человека сначала ощущения кашля тошноты а после этого невероятные состояния радости то есть человек очень часто люди во время токсического отравления ртутью газами хлора там такими тяжелейшими газами отравляющими веществами они не умирают и не корчатся они очень очень часто улыбаются в этот момент потому что появляется приятное ощущение также появляется там при передозировке наркотиков человек успокаивается но ему неплохо в этот момент но возможно там сердцебиение увеличивается и так далее но общее состояние заторможенности спокойствие гопа губ ну и есть другие там активность увеличивается сердечная задыхается у него появляется паника и так далее но более какой-то особой там экстренной или еще чего-либо нет то есть это просто психические отклонения вообще я хочу вам сказать не употребляйте ядовитые вещества они вам не нужны не нужны очень рады